Меня зовут Синелик Евгений, я работаю в компании Bazalt SPO. Мой сегодняшний доклад посвящен нашей внутренней инфраструктурной сборочнице, которая у нас используется для создания продуктов, из которой мы постепенно делаем внутренний сервис и для нашей группы разработчиков превращаем ее в публичный сервис. Значит, главный ключевой момент, который я бы хотел разобрать в некром порядке, это структуру самого сервиса, технологический степь, в котором он построен и возможности, которые он предоставляет. Итак, наша текущая актуальная инфраструктура, которой мы собираем сейчас все наши продукты, она устроена таким образом, что весь исходный код централизованно лежит, в одном большом гид-репозитории, точнее говоря, в сервисе, который хранит множество гид-репозиториев. И мы на множестве платформ единообразным образом можем одновременно в момент отправки на сборку получать целостное обновление при появлении каких-то новых версий наших приложений или при каких-то таких апдейтах. В итоге, что мы получаем? На текущий момент вся эта инфраструктура позволяет получать не только RPM-пакеты, как это традиционно многие компании и команды, но и продукты. То есть дальше я попытаюсь объяснить, каким образом мы этого достигли, но в случае следующего. Мы переходим к этапу, когда наша внутренняя инфраструктура позволяет создавать продукцию централизованным образом под все поддерживаемые нами платформы. Какие это платформы? На текущий момент у нас есть X86, ARM-овые платформы, RISC-V, Elbrus. И часть этих платформ мы называем основными. Это те платформы, на которые при отправке пакетов на пересборку, если пересборка не была завершена успешно, она считается невыполненной. Есть эксклюзивные приложения, но в целом основные архитектуры у нас представлены из следующих, представленных на слайде. Догоняющие архитектуры. О чем идет речь? Ну, значит, про RISC-V мы слышали. Когда можно получить в итоге, вот железо, все спрашивают, мы пробуем делать эмуляторы. У нас есть железо, мы на нем сейчас опробируем соответствующую сборку собственной операционной системы. У нас на стенде можно посмотреть, как она уже работает. И такая архитектура у нас еще не является основной, она является догоняющей. Суть, если мы отмотаем сейчас назад. В следующем. Пакеты, которые собраны в основную архитектуру, пересобираются на дополнительных сборочных узлах в дополнительные репозитории. Какие архитектуры мы планируем в будущем поддерживать, какие мы называем в данном случае перспективными? Прежде всего, 64-битные. То есть мы постепенно и весь AppStream отказываются от поддержки 32-битных решений. Какое-то время у нас они еще будут сохраняться, в этом есть смысл. Но целый ряд продуктов уже из ряда, шаг за шагом перестают в AppStream поддерживать 32-битные сборки. И самое главное, что не выходит соответствующих аппаратных средств. Все новые аппаратные средства по каким-то основным направлениям, они становятся 64-битными. С RISC-5, вот здесь вот какой-то важный момент есть. Когда мы говорим о RISC-5, то речь идет, наверное, тоже о 64-битном RISC-5. А 3-битные, это скорее микроконтроллеры. Это та часть стэка технологий, где, наверное, операционная система оказывается вполне себе лишними или трудными в сопровождении. У Эльбруса тоже есть. Вот Миша там сейчас, наверное, поправит, он, наверное, смотрит. На мой взгляд, да-да-да. Ну, для меня было в свое время неочевидно, что у Эльбрусов есть, вообще говоря, там V3, V4, это как бы у нас отдельные ветки репозиториев. И, наверное, перспективно, вот в моем представлении, когда я готовил слайды, переходить и делать сборки на самых последних версиях, хотя, конечно, то вышедшее железо, которое есть сейчас, оно использует, наверное, старые ветки. Так, вот, собственно, перспективные текстуры указаны здесь. Это то, на чем мы хотели бы собирать наши продукты и предоставить соответствующую инфраструктуру для разработчиков. О каких продуктах идет речь? Ну, прежде всего, наши собственные дистрибутивы. Мы их собираем сейчас локальным образом и переходим в этой облачной инфраструктуре к тому, что сборка продукта не зависит от разработчика. Более того, к сборке такого рода решений могут присоединиться наши партнеры. У нас есть некоторые на этот счет уже наработки. Контейнеры. Интересный момент с контейнерами заключается в том, что когда мы говорим о контейнере, то предполагается, что он как-то скачивается откуда-то и, в принципе, работает. А вообще говоря, на конкретной архитектуре контейнер должен быть собран под соответствующую инфраструктуру. И рискфайвные контейнеры, их еще нужно найти. И даже армовые, их может и не быть. Соответственно, мы говорим в рамках нашей инфраструктуры о том, что мы единообразным образом собираем продукты под все поддерживаемые платформы. Дальше. Нашей команде разработчиков, членом Altinux Team, мы предоставляем сейчас уже в тестовом режиме доступ к этой инфраструктуре для того, чтобы опробировать свои решения. И, собственно, любой член Altinux Team сможет быстренько-быстренько собрать свой дистрибутив, соответствующим образом лицензированный. Проект Altmobile, я его отдельно отмечу, он тоже уже собирается таким образом. И он уже анонсирован в альфа в таком виде, в комьюнити-рассылках, можно там найти. Ну и последний пункт, наверное, тоже такой кастомный вариант, паки. Если мы хотим сделать пак, то вообще-то, например, нужно сопровождать. Наверное, стоит посмотреть на то, что такого рода инфраструктурой можно пользоваться под создание и сопровождение паков. Я отдельно об этом еще напишу, расскажу. Проект Altmobile. Собственно, главная идея, которую мы пытаемся сохранить, это использование одного и того же набора пакетов, одной и того же пакетной базы, при этом с использованием одного и того же инструментария. И у нас сейчас для Rockchip 3399 на пайнфонах уже будет собрано такое решение, это скриншоты с него. У нас на стенде, в моем, есть экземпляр, можно на него посмотреть. То есть вообще говоря, вот мы берем Alt такой, какой он есть, для Arma 64-битного собранного, и получаем, в общем-то, в приемном подходе в какой-то степени мобильную систему и мобильный ОС, прям совсем тот же самый Alt, который стоит вот рядом на Байкале. Мы постепенно предлагаем желающим к этому проекту присоединяться. И да, самое главное, все проекты, включая те инфраструктурные, о которых я сейчас ввел речь, они все открытые. То есть исходники лежат у нас на том же самом Git Alt Linux 40. И это, мне кажется, очень ценно, потому что когда спрашивают, а можно посмотреть, можно, вот берите, смотрите. Теперь, да, какой-то важный момент, разоблачение. Откуда такая фантазия классная появилась, как там, черная магия, как она реализована. Ключевой механизм, который у нас появился, это использование соответствующей возможности в QM, который называется поддержка файловой системы 9P, из план 9. Собственно, это на самом деле такой протокол передачи. И у нас появилась возможность внутри хэшера с помощью утилиты VMRun запускать, вообще говоря, виртуальную машину. На том наборе файлов, которые мы в хэшер поместили. Потому что из него делает, собственно, такое виртуальное устройство, через план 9 вот этот механизм передается в виртуалку. А, соответственно, мы можем внутри хэшера запускать еще один хэшер. И это можно использовать для начала для тестов. Ну, тесты нужно, требует рута. А как быть, мы рута не хотим давать. Она вообще без сети работает. Вот мы берем и можно так любые тесты запускать в неком таком условно-рутовом приложении, в рутовом окружении. Хотя на самом деле это виртуалка. Следующий шаг. Мы можем запускать там mk-image profile, который генерирует образы. Docker, Odman. Соответственно, мы можем автоматизировать процесс сборки продуктов. И вот из этого всей инфраструктуры мы делаем публичный сервис. Детали черной магии. Называется это, я тут назвал контейнер, но в кавычках контейнер я имею ввиду на самом деле rootfs от хэшера. И, соответственно, вот этот протокол Plan9, который у нас этот вембран поддерживает, вот он, собственно, и является ключевым механизмом, фишкой, за счет которой мы всю эту магию реализовали. Вот оно, разоблачение. Теперь, какие это дает новые возможности нашим членам команды? Во-первых, они могут действительно пытаться делать свои свободные дистрибутивные решения. И вопрос лицензирования здесь мы сейчас в первую очередь решаем, потому что дальше возникает вопрос эксплуатации этой инфраструктуры, если она становится сервисной. Важный момент воспроизводимости. Дело в том, что на машинах разных разработчиков, вообще говоря, mk-image profile ведет себя по-разному. И вот дать возможность, получив один профиль, много раз выгонять и получать стабильно, более-менее похожие решения, это тоже важная фишка, причем, внимание, сразу под все необходимые платформы. И чем больше мы платформ переводим в основные, тем больше одновременно мы получаем только их возможность сделать на Альте собственные решения. То есть это, вообще говоря, должно, мне кажется, сподвигнуть заинтересованных членов комьюнити, поучаствовать в помощи нам в портировании, если, в принципе, эта платформа интересна. Ну, да, регулярное тестирование, опять-таки, решение тоже это позволяет сделать, и если кто-то участвует в разработке, это становится очень удобно. Для потенциальных технологических партнеров. Технологические партнеры у нас с точки зрения отдела продаж, это какая-то такая особая сущность, я вот здесь применил просто как некая такая префикс дополнения к понятию партнер, имея в виду, что он как бы компетентен. Для заинтересованных компетентных партнеров мы что можем вот с помощью такого инструмента предоставить создание заказных решений специализированных, причем это не заказная разработка в том виде, который хотелось бы, да, это просто автоматизация процесса создания наших продуктов. Паки, я вот застрял на этом внимание, самое главное в некоторых паках, если это специализированное железо, специализированные ядра, главный вопрос нам у нас, людям, которые хотят на спецжелезке что-то сделать, кто будет сопровождать ваши чудесные ядра, которые вы один раз сделали, кто будет обновлять все это дело, если их там 20 штук. Мы пытаемся это делать единообразно на одном ядре, только это позволяет длительное время сопровождать сертифицированные решения. Компетенции сделать единое ядро для всех-всех-всех, как правило, не хватает, это требует дополнительных усилий, много времени занимает. Вот в этом, наверное, одна из проблем паков на таком низкоуровневом смысле. Дополнительные настройки специализированное ПО, это, наверное, надо думать с точки зрения того, где мы берем и откуда получаем в это решение дополнительный софт, если он пропоритарный, в принципе, такая тоже возможная опция есть, но это все частные отдельные разговоры с конкретными технологическими партнерами. Инфраструктура это будет позволять делать. Перспективы сопровождения контейнеров, множество аппаратных платформ, понятно. Ну, то есть, как бы, вот мы хотели на новых процессорах контейнеры, мы действительно можем получить, а иначе это, как бы, контейнеры, как бы, они, в принципе, можно сказать, отсутствуют тогда, получается, под новой платформой. Как получить доступ? Традиционно Join Vault Linux Team, портируем прикладное ПО под Alt, да, партнеры общаются с нами, пробуют наши инструменты, ну, и работают на любом железе, которое мы пытаемся вместе сопровождать. У нас очень много железо поддерживается из коробки, и много решений уже опубликовано, причем, опять-таки, с исходниками под все эти платформы. Вот, наверное, предварительно все, если у меня есть время, да, есть, нет. Так, есть вопрос? У меня несколько вопросов. Первый, там был слайпер поддержки различных архитектур. Я правильно понимаю, что когда какой-нибудь там RPM собирается, он под все архитектуры сразу собирается, и если одна запрейлилась, то он под все. Да, все верно, об этом речь. Второй вопросик. Второй вопрос. У меня смутные такие десятилетние давности воспоминания, значит, все хранится действительно в GTA, когда фешер собирает, он берет и торговый звезда перепаковывает, получается что-то удивительное, никакого с обстримом нету, потому что она своя у вас осталась бы так же. Вы имеете в виду, что вот это… Я имею в виду, что когда есть оригиналы торговых где-то, что она не в обстриме, не дистрибутивном, а просто в разработке. Его обычно берут… Я отвечу на вопрос, я понял, я хотел просто помочь вам ответить, для того, чтобы проговорить первую часть фразы. Значит, действительно есть такая традиция брать архивы. Но вообще говоря, эта традиция уже длительное время, как бы постепенно изживается, потому что транспорт передачи исходников давно перешел в гид. И когда мы говорим о том, что мы что-то с чем-то сверяем, вообще говоря, мы сверяем, не знаю, внимание, подпись на тег-коммита в детей, которые мы взяли в обстриме. Зачем нам каждый раз пытаться вот этот вот архив иметь доступным? Ведь проблема какая вот у Red Hat в этом плане? Они вообще не хранят исходники, они как бы обстримно берут торболы, да? Мы в этом плане гораздо более независимы от многих, кто таким образом пытается сохранить эту традицию, потому что если доступ к этим узелам теряется, то у нас-то исходники остаются в гите. И это главное требование, которое у нас предъявляется к собираемым гидрепозиториям. А вот ребята, которые потеряют доступ к обстримным торболам, потому что они каждый раз пытаются выкачивать, ну это странно. Кэш могут хранить. Но, в общем-то, если вопрос о том, чтобы именно транспортом был торбол, мы давно и там уже последовательно уходим от того, чтобы транспортом были архивы, а как бы наше ключевое направление это транспорт, это гид. Ну давно это примерно всегда. Нет, нет, не всегда. Потому что было давно, действительно. Очень давно, но не всегда. Ладно, я просто хотел уточнить, а третье подписываете вы загрузчике дро? Подписываем ли загрузчике дро? Ну, после 24 февраля у нас постепенно отозвали наши, как бы, подписи. И подписываем, подписываем. Главное, чтобы кто-нибудь их принимал, понимаете? Вот недавняя история краткая. Берется с Экербутом ноутбук, вставляется у бунта, обновляется, обновляется в фирмвари с микрокодом процессора вместе с отозванными сертичками, и она больше не грузится. Классная история. Подписываем. Не всегда помогает. Еще есть время? Вопрос есть? А другие вопросы? Да, здравствуй. На самом деле, да, много лет тоже делаю различные сборочности. Такой вопрос. Ваше решение, оно консорское, да? А возможен ли вариант добавления поддержки, скажем, других дистрибутивов? Не, а это, условно говоря, попробовать сделать какое-то действительно открытое решение, которое бы собирало и RTM, а депакеты и RTM для более традиционных дистрибутивов? То есть какой-то такой комбайн, который можно было бы использовать во многих дистрибутивах для создания многих... У меня есть ответ на этот вопрос. Вы не к тем людям обращаетесь, вы обращаетесь к компании. Компания делает поэтому сервис облака, а не даже опенсорсный продукт. Вообще говоря, у меня вопрос к опенсорс комьюнити в России. Если она хочет что-то сделать, она должна попытаться это сделать. Но компании делать такой запрос, мы и так все исходники отдаем. Что же мы еще и должны всем продукты делать? Но это уже слишком. Нет, вопрос не про это. То есть условно. Я прихожу к вам с подчерками, говорю, ребят, вот давайте добавим, мы сможем это померзнуть, какое-то единое дерево, да, и как-то развивать этот продукт на место. Либо же вы говорите мне, друг, у вас там условно нам не нужен, а поинтейнайте свой форк. У нас жестче правило. Мы даже внутри своего комьюнити стараемся не делать форки. Ну потому что тогда мы как бы перестанем, как бы вот у нас есть какой-то модуль, за него отвечает мейнтейнер. В чем его мотивация в этом участвовать? Ну в том, что его никто не форкнет в этом, мы с ним будем договариваться, да? И если ты приходишь со своими патчами, ну пожалуйста, да, ну тогда в рамках одного большого целостного решения. Тогда сохраняется хоть какая-то преемственность, иначе оно быстро рассыпается на миллион форков. Благодарю. Так, еще вопросы? Я вообще, кстати, спросил бы на самом деле вопрос про вот эти контейнеры. То есть я так понял, что появился недвижительно некрепный сервис, вот это самое от Linux, где вы поддерживаете что? Все типы версий Docker контейнеров, Fondman контейнеров, и вот этот вот новый скан-изобретение Propan 9, чего-то там, какой-то контейнер. И вот для всех продуктов собираются все версии, все архитектуры вот этих контейнеров автоматом. Мы сейчас, значит, сейчас поясню, на каком статусе сейчас все это находится. Ответ А, да, но, и вот сейчас про логи расскажу. Я объяснил, откуда черная магия в План 9, это возможность запуска подмана, докера и всего остального. Мы сейчас работаем над тем, чтобы унифицировать что-то плохое. А вообще просто подман не понравился? Вводим, вводим, и подожди. В этом плане мы подман, и мы запускаем. Мы берем подман, внутри этого VM-рана, и в виртуалке генерируем под разные платформы соответствующий контейнер. Еще один уровень нестинга нужен был для этого, да? Да, да, это следующий уровень нестинга, именно об этом. Ты наконец понял, о чем черная магия. А может быть убрать верхний уровень подмана? Ну ладно. Не-не-нет, как раз вот наша собственная целостность обеспечивается тем, что мы сохраняем всю ту же самую инфраструктуру, вот какая она есть, получаем возможность многократного тиражирования продуктов и делаем из этого публичный сервис. С поддержкой большого количества платформ. А как вы собираетесь совместить сборку образов и сборку ядер? Ядер же в пакетах. Кастомные ядра под конкретные... А, здесь ситуация такая. Alt давным-давно поддерживает понятие флэйвора, то есть у нас нет одного ядра. У нас есть ядро с неким префиксом. Ядро std, def, ядро an, def, ядро, разбери, там, def, разбери, ун. Ну, хотим еще одно ядро, там, не знаю, для платы какой-нибудь, там, репка. Ну, и сделаем еще репка def. Мы этих ядер можем разных, держать репозиторий кучу, и на каждом из них, используя соответствующее делать, соответствующее решение. Сопровождать, кто его будет, у меня вопрос. Ну, то есть мы-то порвемся все, всем ядра собирать под каждую плату, если никто не хочет заниматься ее, как бы, разработкой целостного решения с нами вместе. Ну, ладно, последний вопрос. У вас сервис, он уже такой друголюбный, там может просто какая-нибудь торговая сеть идти, сделать пятерочка О с автоматом, полностью синхронизированный с чем-то, но с заменой брейдинга. Я думаю, что они должны это купить у кого-то, и тогда это возможно. Нет, мы все по хардкору и с членами от Linux Steam через SSH. Все по хардкору, понятно, спасибо. Спасибо большое.